итак с вами я Сенчуков Юрий и мы продолжаем с вами рисовать вот эту лошадь то есть на этом этапе мы с вами должны должны практически заштриховать целую лошадь то есть мы выбираем тон немного светлее чем наша тень но тень мы потом можем усилить вот и что мы делаем мы делаем переходы от темного к светлому вот давайте давайте начнем вот то есть мы делаем плавные переходы от черного к светлому видим здесь область вот эта область да здесь блик мы должны учесть это дело сюда учесть и изобразить этот блик так давайте его как бы отметим вот наш блик будет идти вот наш блик вот наш блик вот а это все мы все это на дело штриху и на так тоже самое туловище здесь тоже плавный переход от тени собственная тень и идем уже вот это у нас называется полутень затеняем здесь немного больше вот в этой области немного больше чем здесь вот здесь вот здесь темное пятно вот здесь темное пятно вот оно да и пошли дальше пошли здесь объем делаем пока что можем просто взять и заштриховать как вы видите что мы должны уметь грамотно штриховать вот мы все это дело заштриховываем да покрываем плотно штрихом штрих ложится возле штриха вот так вот здесь блик у нас идет на груди вот так вот здесь блик будет вот здесь блик будет ну мы потом еще можем использовать резинку хилл эластик так дальше продолжаем штриховать И дальше продолжаем наносить штрихи, уже делая объём. Тоже переходы делаем плавные, вот в тени к свету, чтобы были более плавные переходы, вот здесь. Выделяем мышцы. Так, хорошо. Так, и у нас осталась голова. Тоже всё это дело плотненько покрываем штрихами. Мы уставляем здесь белое пятно. Уставляем. Так. Вот здесь. Здесь плавный переход, градация тона. Так, и как мы видим, здесь у нас тень, да, тень может быть. Так, это у нас что, 2Б? Давайте попробуем 6Б взять, 6Б. Так, и у нас тень, да, тень. Так, и у нас тень, да, тень, да, тень. Мишец выделяем. Продолжение следует...